так ребят всем привет доброе утро сегодня утро субботы шаббат шалом вот я всегда уже долго время она вот позавтракала так что позавтракала думала снимать раньше но я вспомнила что надо снимать уже когда я поела и я уже сделала тесто для пиццы поэтому сегодня у нас будет пицца у нас у меня будет пицца остальное отнесу на работу сделаю пиццу не знаменит так захотелось пиццы сделать я тесто уже замесила часа его разделю на части и оставлю отдыхать и пойду на улицу прогуляться вот такие планы у меня на сегодня принципе больше ничего такого у меня сегодня была речка с молоком сок стоит и все то я поела сейчас пойду собираться на улицу там говорят он прогноз погода ну посмотрим что будет вот протеста вот такое она у меня сегодня получилось сейчас его разделю на три части и сделаю кружочки с которых потом ну которым потом еще дам подойти и с которых уже буду делать пиццу вот такие три клубочка у меня получились из этого теста и сейчас я сделаю пиццу просто я не буду ой слиплась так вот на муку вложим еще не делаю я просто руками его распластаю в круг так вот соус готов уже сейчас накладываем начинку и в духовку так на начинку вот я использую сыр моцарелла колбаска такая и вот помидоры огурцы перец так вот так я выложила пиццу колбаску положила в центре ничего не ложила что потом разрезать было ничего там не цеплялась перчик чуть-чуть огурчики в общем все положила вроде как и мало кажется но сильно тоже много не хочу все отправили нашу красоту в духовку и ждем минут десять вот такая у меня красивая пицца получилась тоненькая и разрежу покажу вот так смотрите вот 2 получилось но как бы мне больше нравится красивее потому что я колбасу спрятала под низ под низ сверху овощи сыр то есть колбаса у меня осталось внизу тут вот видите вверху колбаса и вот что с ней получилось поэтому не советую делать колбасу вверху вот но эксперимент экспериментами ну я уже не удержалась кусочек съела смотрите какая тоненькая пицца вот получилось вообще очень вкусная что попробуйте сделать рецепт у меня есть на канале пицца я пошла доставать еще одну треть сегодня день пиццы вот этот шикарный звук как пузырится моя пицца кому пиццы буду печь пиццы кто хочет потому что тут придется отдавать ребятам на работе роксана сделала как всегда не маленькую порцию значит три пиццы готовы готовить я уже съела эту половинку вот такие прекрасные получились что-то на камере как будто она сгоревшая но ничего она не сгоревшая были и значила так видно ну так видно ладно вкусняшка но очень вкусно тесто я сделала очень тоненькое вообще и это очень нравится и его стейшн это очень вкусно я уже съела пол пиццы тесто вкусно и сочная надо перезаснять рецепт потому что там посмотрела сама же свой рецепт такой ужасный рецепт и я вместе с ним надо перезаснять новое ребята вышли на улицу на улицу 10 градусов показывать поэтому я оделась нормально на улице так тихо как будто повымирали люди никого нет вообще вот знаете что хорошие новости тоже выходим из карантина по чуть-чуть 21 числа открываются эти каньоны для всех магазины уличины что еще там открывается спортзал и бассейны в общем для тех у кого нет паспортов этих зеленых открываются только каньоны музеи библиотеки тренажерные залы только которые там для профессионального спорта вот для тех у кого есть паспорта открывается именно ведь спортзал и но эти тренажерный фитнес вот еще что-то ну короче не так уж и много опций для тех кто кара отели могут принимать людей у которых есть паспорта вот и принципе все но я думать специально так делают чтобы люди быстрее и быстрее прививались но говорят не будет заставлять тебя прививаться если ты не хочешь потому что достаточно людей которые не хотят это делать типа говорят вообще может такое больше каждый день надо будет делать тест ну когда уже ускорит эту систему на работу пришел сделал тест на работа пришел сделать я скажу здесь ну вот это такое из плохих новостей это то чтобы дури он закрыт еще на две недели до 6 марта как минимум еще могут продлить в общем такие дела там у людей здесь нет наверное все уехали куда-то гулять вот это дерево помните и джирбы голая голая стоит вообще вот и я вышла на прогулку прогуляться подышать свежим воздухом и пойти домой ребят закончила вот так как мишку своего попросили меня сделать ему шапочку вот сделала такую завязочку еще им и шапку попросили пришить вот поэтому она увидите нет не слетит ничего она полностью пришита его голове зачем я вязала ухо еще одну бровь вышивала можно было и обойтись и без этого вот такой мишутка получился красивый мне он очень даже нравится такой милашку вот и все оставляю его здесь отдаю